Встречайте! Киселёва Екатерина, посёлок Кежек, исполняет стихотворение Марины Цветаевой, исполняет стихотворение «Уродливый кот». Встречайте! Когда-то давно жил я в стареньком доме, с тех пор пролетел не один уже год, и всем его жителям было известно, насколько уродлив был местный наш кот. Уродливый кот был всегда узнаваем. Он был одноглазый и с ухом одним, и знал он, как трудно на свете бывает, когда ты один и никем не любимый. Оторванный хвост и поломана лапа срослась под каким-то неверным углом и множество шрамов. А был он когда-то приятным на век полосатым котом. Кота никогда им никто не касался. Бутылки и камни бросали в него. Воду ледяной поливали из шланга, пытаясь прогнать со двора своего. И лапы ему защиняли дверями, когда он пытался войти в чей-то дом. Страдая от боли, зализывал рану. Уже много раз он починил до окна. Но все удивлялись, насколько отважен был этот невзрачный и уродливый кот. И если шланга его поливает, он мокнет покорно, но не отойдет. И даже когда у него что-то бросали, он терся о ноги, о ласке бросил. Увидев детей, он бросался за ними, мечтал о заботе. Да только вот зря. Не мог он понять, почему в целом мире не встретит того, кто бы смог приютить. И хоть он уродлив и грязный снаружи, но с чистой душой и умеет любить. Однажды кота покусали собаки, что жили напротив, в соседнем дворе. Послышала Салая о помощи, крики, спустился вниз. Кот лежал на земле. Уродливый кот был ужасно искусным. Все тело в крови, он почти умирал. Пытаясь укрыться от страха и боли, свернувшись в клубок, неподвижно лежал. Он знал, наступает конец грустной жизни, и след от слезы пересек его лоб. Я нес его в дом, он хрипел, задыхался. Мне стало вдруг плохо, меня било с ног. Я чувствовала то, как ему было больно, и как тяжело ему просто вздохнуть. Но тут он к лицу моему потянулся, и робко меня попытался беззнуть. От слез задыхаясь к нему я прижался, принул он к ладони моей головой. Его добрый глаз к нам не поднялся, и кот сам руликал, почти не живой. И даже сквозь самые сильные боли просил этот кот лишь о капле любви, о капле сочувствия, что в этой жизни мы доброе сердце заберечь не смогли. Я в этот момент неожиданно поняла, что самый красивый и любящий тот, кто смотрит сейчас на меня, умирая, обычный, уродливый, уличный кот. Впервые он чувствовал чью-то заботу, нашел он того, кто сумел полюбить. И счастлив, что встретил того, кто смягчает, а не пытается боль причинить. Он умер чуть раньше, чем мы при доме. Я села у подъезда с котом на руках, держала его долго, пока не стемнело. В душе поселились тревога и страх, ведь я осознал, что несчастный коллега меня изменил за один только миг. Он мне сообщил о страданиях больше, чем тысячи лекций, уроков и книг. Он мне рассказал, он мне расцарапал не тело, а душу. И пусть в моей жизни немало забот, но я к одному буду только стремиться учиться любить, как уродливый кот.